Всем привет, Firaxis анонсировали очередной патч, а самое главное, различные добавления и дополнения для владельцев New Frontier Pass. Ну, во-первых, объявили, что будет Вьетнам, пока непонятно с каким лидером, кстати, можете поугадывать в комментариях, чтобы легче было, могу только отметить, что это женщина. И Хубилай Хан как второй лидер для Китая и Монголии. Ну, то есть, как Элеонора Аквитанская для Франции и Англии, так вот Хубилай Хан для Китая и Монголии, это, кстати, вполне исторично, потому что свою столицу Хубилай Хан на месте столицы, по-моему, Северного Суна, так называлась та империя, построила. Я говорю про Ханбалык. А вот, что конкретно рассказали, это, например, о новом режиме игры, который меня неимоверно радует, потому что это возвращение корпораций из четверки, гегей. Итак, новый режим будет называться Монополии и Корпорации, и нам обещают, что мы сможем создавать настоящую коммерческую империю. Вроде как, в этом режиме мы можем создавать целую индустрию, которая производит однотипные ресурсы, и, соответственно, города будут получать еще более мощные бонусы и дополнительные очки великих торговцев. Причем эти бонусы могут быть самыми разными от роста производительности в городе до дополнительного жилья или снижения стоимости создания военных юнитов. И если в начале это у вас просто дополнительные такие торговые бонусы, то заняв несколько клеток одного ресурса, вот в случае с этим видео, например, какао и кофе, ваше предприятие превращается в корпорацию. А корпорации увеличивают бонусы от ваших предприятий, давайте я их фирмами буду называть, и позволяют создавать продукцию. А продукцию вы сможете размещать в особых ячейках в зданиях биржи и морского порта, подобно ячейкам великих произведений искусства в музеях. А если вы перевезете продукцию в другие города и разместите ее в зданиях биржи и морского порта в других городах, не в тех, в которых она производится, то распространите бонусы от индустрии по всей территории цивилизации. То есть, ну реально, по описанию прям отличная новая механика сверху. Главное, чтобы она, конечно, была сбалансирована, а не как было, например, с теми же тайными сообществами, которые потом правили, наверное, уже патчей 5 их правят, что ли. Если вы завладеете всеми мировыми запасами определенного ресурса, вы сможете создать монополию. Кстати, я не вполне уверен, это касается только ресурсов роскоши или и стратегических, и бонусных. Было бы хорошо, чтобы это на все вообще ресурсы распространялось. Ну и естественно, что монополии увеличат прибавку золота. Вход в зависимости от того, какую часть рынка вы контролируете и сколько у нас торговых партнеров среди других цивилизаций. А еще одна ценность монополии в том, что вы начинаете привлекать туристов. Ну я так понимаю, что и вообще в принципе предприятия привлекают дополнительных туристов, то есть появляется еще одна возможность для культурной победы. Кроме того, в этом наборе, который, кстати, называется Вьетнам и Хубилай, появится новый район, заповедник. Его можно построить только на необработанных клетках, вокруг которых тоже нету обработанных клеток. В общем-то, чем-то похоже на тот парк, который натуралист за веру ставит. Но в данном случае это район. При этом этот район резко повышает производство культуры на соседних клетках и дает дополнительное жилье в зависимости от престижа. А также сам повышает престиж соседних клеток. То есть это какая-то смесь театрального района и пригорода. Кроме того, в заповеднике можно будет возвести две постройки. Вот затрудняюсь с переводом, но давайте будем считать, что первое это роща или лесной парк. Это здание доступно после открытия мистицизма. А второе это заказник. Он становится доступным после открытия охраны природы. Обе постройки повышают продуктивность соседних клеток притягивающего и потрясающего уровня, не имеющих улучшений. То есть вы видите тут на видео, что там начинает давать нам кучу производства еды и золота даже без всяких улучшений. В общем-то, звучит интересно. Хотя вот этот район, он в некотором смысле выключает натуралистов. И очень выгодны становятся тропические леса. Но опять же, надо будет смотреть уже внутри самой игры. Особенно я жду корпорации опробовать. Ваши впечатления, как всегда, в комментариях. Подробности про новые цивилизации, новых лидеров и вообще, что конкретно будет в патче Фераксис, как всегда, выпустят позже. На этом всё. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своём экране. Играйте в умные игры и всем пока.